Коржик Нерастумывая бросились его искать. Нашли. Он также неподвижно сидел, как и описала девушка, и ждал помощи. Надо было срочно отыскать Наташу. Мы объездили весь город в ее поисках и нашли ее у бездомышей на одной из точек, где она их кормит. Наталья сказала, нужно звонить врачу. И в свой выходной день Николай Николаевич согласился нам помочь. Сказал, что нужно показать его стоматологу, сделать рентген, взять анализы. Коржика мы обезболили, обработали, и наутро Наталья отправилась в Рязань. Коржику сделали операцию. Пришлось удалить нижние зубки полностью. Но это вовсе не мешает ему жить полноценной жизнью. Спасибо врачам за это чудо. Малыш полностью восстановился, окреп, стал кушать сам. И сразу после всего этого нам улыбнулась удача. Коржика забрала девушку из города Рязань. Она влюбилась в него сразу же. Сейчас прошло уже пять месяцев. Он совсем освоился, стал игривым кусакой. Мама его очень любит. Она не понимала, как жила без этого хулигана раньше. Субтитры подогнал «Симон» Добрые наши волшебники! Спасибо вам за нашего Коржика. Именно благодаря вам он сейчас счастлив, здоров и любимый. Мы благодарны каждому из вас. Вы вместе с нами спасали это рыжее чудо. Добро должно быть на этой земле. И мы с вами несем добро в этот мир. Так пусть это добро вернется каждому из вас вдвойне.